Привет! Меня зовут Владислав Матяш, я главный редактор журнала «Автоцентр» и напоминаю вам, что 22 ноября стартовало голосование во всеукраинской акции «Автомобиль года 2019». И именно от вас зависит, какой из автомобилей станет победителем в данной акции. Проголосовать вы можете на сайте автороку.ua. Ну а я хочу представить вам одного из претендентов. Это кроссовер Hyundai Santa Fe. В четвертом поколении, которое вышло на наш рынок летом этого года, кроссовер ощутимо подрос. Так его длина составляет теперь 4 метра 77 сантиметров, а основная прибавка пошла на увеличение колесной базы. Но еще больше Hyundai Santa Fe изменился внешне. Смелое оформление передней части с отдельными узкими полосками дневных ходовых огней, крупной радиаторной решеткой с совершенно иным рисунком, подкреплено новым стилем кормы и линией остекления. Такой дизайн сразу же привлекает внимание к новинке. Сердцем кроссовера может служить либо бензиновый мотор 2.4 мощностью 188 лошадиных сил, либо же вот такой вот дизельный силовой агрегат объемом 2.2 и мощностью 200 лошадиных сил ровно. Салон также создан с чистого листа. Небольшая аккуратная передняя панель с выступающим экраном мультимедийной системы, цифровой приборкой и горизонтальными линиями в оформлении задают здесь тон. Внутри также стало просторнее и особенно это ощутят пассажиры второго ряда. И к слову, может быть еще и третий, ведь Santa Fe предлагается также в семиместном исполнении. Но Santa Fe может похвастать не только стилем и дизайном, но также богатым списком оснащения и внушительным перечнем ассистентов водителю. Так, например, здесь есть подогревы и вентиляция сидений, проекционный дисплей, цифровое радио, автоматическая парковка, несколько режимов движения, система кругового обзора, предупреждение о поперечном трафике сзади автомобиля, а также Safety Exit Assist. Она не даст вам открыть двери, если вдруг увидишь, что к вам приближается другой автомобиль. И я напоминаю вам, что отдать свой голос за номинанта можно на сайте автороку.ua. Меня зовут Владислав Матяш, до новых встреч, увидимся!